Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Вайкра. Знаете, вот глядя на все происходящее, можно сказать только одно. Как удобно и классно жить в мире, где нет проблем и трудностей. Всегда люди хотят вернуть вчерашний день, как классно было вчера. Но жизнь так устроена, что такого не бывает. Трудности и испытания вмонтированы в нашу жизнь. Они вмонтированы создателем. Зачем? Почему? Мы мало знаем об этом. Иногда это расплачиваемся за грехи прошлой жизни, иногда что-то другое. Но почему не дают расслабляться на учебном полигоне, которым является этот мир, мы не знаем. Но сегодня происходит что-то необычное, и поэтому искать надо причины тоже более глубокие. Надо искать повод для благодарности. Мы говорим об этом много дней, но именно сейчас это становится наиболее важным. У тебя есть 500 долларов, а у кого-то нету и 10. Спасибо тебе, Всевышний, что они у меня есть. Я проснулся сегодня утром, а кто-то не проснулся. Спасибо тебе за то, что я проснулся. У тебя есть супруг или супруга, а другие только мечтают об этом. У вас две руки и две ноги, а у кого-то нет и этого. У вас есть дети, а тысячи людей готовы отдать все, чтобы иметь ребенка. Все очень относительно, но то, что происходит, мы должны еще раз понять, что в самые сложные времена, написанное в Кабале, нужно искать поводы для благодарности. Кабала говорит, что если бы мы благодарили за все хорошее, что имели, но много проблем бы не было сегодня, и многих бед не было. Если человек учится каждый день улыбаться и смеяться, то ему во многом не придется плакать. Сегодня, к сожалению, смеяться и улыбаться все тяжелее, но тем ценней для Бога наша сегодняшняя улыбка. Про сегодняшний день сказано. Следует говорить благодарность Творцу именно в самые трудные минуты. Нет людей, у которых нет испытаний, трудностей, у кого все гладко. Но собственный рай или ад на земле мы творим своими руками. Мы не можем изменить ситуацию, мы можем отменить только свое какое-то отношение к этому. Мы выбираем сами, где живем. Своими реакциями на события в жизни. Своими собственными делами. Если человек, как бы сказать, правильно реагирует, давайте даже иначе. Надо помнить, что Бог разговаривает с нами с событиями нашей жизни. А мы с ним разговариваем тем, как мы реагируем на это. Мы сами выбираем свой завтрашний день. И самый плохой выбор это нытье. Очень часто одним живется лучше, другим хуже. Но разница между ними не в происходящем, а лишь в собственном отношении к событиям. Два человека попадают в одну и ту же ситуацию. Один из них раздирает себе сердце, а второй старается подойти к этому спокойнее. И еще с благодарностью Творцу. Одни происходящие с ними воспринимают с верой и благодарностью, хотя это очень сложно. Но они видят чудеса и помощь небеса. Другие принимают это с нытьем, ропотом и становится жизнь ужасной. И все больше запутывается человек в обвинениях и приговорах. Мудрецы не зря сделали обязательную утреннюю молитву, в которой мы благодарим, казалось бы, за простые вещи. За то, что мы проснулись. За то, что глаза наши видят. За то, что наши уши слышат. Это каждое утро. Нытье и пессимизм – основа завтрашних проблем. Выбери жизнь. Это значит выбрать положительный взгляд на жизнь, несмотря на все происходящее. Выбирай этот путь и жизнь изменится. Именно во время испытаний необходимо благодарить Творца. Сейчас еще не время анализа того, что происходит. Сейчас время молитв и милосердия неба. Говорили мудрецы, чем значительный уничтоженный предмет, чем ценнее и дороже, тем больше опасности мы сами избежали. И была такая потеря свидетельствует о том, насколько велик был гнев Всевышнего по отношению к нам. Если у нас что-то произошло, если мы что-то потеряли, значит гнев Всевышнего был очень велик по отношению к нам. И только направив его на материальные объекты какие-то, он смог сдержать то, что должно было быть. Так было с разрушенным храмом. Когда разрушали храм, сказали, что да, гнев Господа сбрушился на камни. Это самые святые камни. Это все близко. Но так это было. Какой же громадный долг накопился у людей перед небом. Весь этот происходящий ужас позволил нам только немножко встряхнуть мир. Да и помните, недавно только коронавирус не мог, наверное, нас разбудить. Мы продолжали дорогу к вздому. И вот, мы хотим или не хотим, но есть только один путь остановить катастрофу. Это раскаяние, благодарность. Раскаяние за содеянное нами. И благодарность Всевышнему за то, что раскроет свое милосердие и остановит свой гнев. Чтобы спасти нас и весь мир, который люди упорно тянут в пропасть. Надо вдуматься в слова псалма. Много замысла в сердце человека, а сбудется только предопределенное Всевышний. Давайте поможем ему, чтобы он выбрал путь добра для нас. Простил наш грех. Остановил этот кошмар. И вернул нам, ну, хотя бы 90% вчерашнего дня. Надо верить. Улыбаться и верить. Другого пути у нас нет. Тем более, что сейчас месяц одар. И в месяц одар только улыбка и только радость. Могут развеять те приговоры, которые есть на небе. Брахава от слаха. И пусть сегодняшний день принесет нам мир, добро. И пусть никто не пострадает. Брахава от слаха. Продолжение следует.